Новое видео выходит каждый день в 20.00. Более 5 лет, возможно даже более 6, я не помню, по-моему 11 апреля 2013 года, да, более 5 лет я уже на ютубе и за всё это время я стараюсь максимально усовершенствовать свой голос. То есть я считаю, что звук это основная часть видеоролика, то есть какая-то картинка, она может быть плохая, там лагающая и так далее, но если звук у тебя охуенный, тебя будут смотреть. Есть даже люди, отдельные личности на ютубе, которых ты смотришь только из-за их шикарного поставленного голоса. Возможно, когда-то давно они озвучивали какие-нибудь там игры, фильмы и так далее, как допустим тот же гоблин, у него охуительный голос. Вот я прям слушаю вот эти вот его интонации, вот этот вот его голос, поставленная речь и так далее, это прям, это очень охуенно, хоть и гоблин гандон, но так или иначе речь у него охуенная. Так вот, чуваки, я значит публикую вот последние какие-то свои ролики на канале, которые я стараюсь записывать без сценарий, потому что лично я считаю, что ютубер, если он несёт какую-то правду, если он искренен и так далее, то он должен вот говорить все вот свои эмоции и так далее без сценария и одним дублем без склеек. И только тогда, только тогда мы сможем увидеть истинную личность человека. И вот я стремлюсь к тому, чтобы записывать ролики вот без сценария из одного дубля с минимальным количеством запинок. Да, пусть я в каких-то моментах запнусь, пусть в каких-то моментах я скажу слово неправильно, но это, это же будет классно, это жизненно, это то есть не всё вот идеально. И я буду знать, над чем мне работать, в следующий раз я подумаю, прежде чем сказать вот это слово, как-то больше в своей голове проработаю и скажу его нормально. И это классно, я полностью за это, я полностью за такой, знаете, лайфстайл, чтобы прям вот блогер или вообще, да, любой вот, кто выкладывает видео на ютуб, чтобы он записывал с одного дубля и это было охуенно. Охуенно, но я немножечко отвлёкся от темы. А, так вот, выкладываю я последние ролики на канал в таком формате вот как раз таки, и мне все пишут, бля, а чё за вздохи между предложениями? У тебя чё, астма? Я такой, типа, ебать, что? Какие, блядь, вздохи? Чё, я вообще нихуя не понимал? То есть, да вот этих вот всех комментариев мне даже в личку многие написали. Да вот этих вот всех комментариев я вообще не замечал эти вздохи ни у кого, но, сука, после этих комментариев я начал замечать их, блядь, везде. И я такой подумал, блин, у меня реально много вздохов, но неужели ранее у меня их не было? Я пересматриваю старые ролики, нет, вздохи всё так же были, даже когда у меня был сценарий, в чём тогда проблема? И вот, то есть, я думаю, блядь, неужели это у меня какой-то ещё один, блядь, дефект речи развился, что вот я дышу, когда говорю, ведь по идее слова, это же, ну, типа, они же с воздухом идут, типа, вот, все вот звуки-то, блядь, ну, возможно, я какую-то хуйню сейчас несу, но вот у меня в голове это работает так, ладно, ладно, можете это не воспринимать всерьёз, вот. Вот, и, типа, я такой думаю, блядь, чё такое? Неужели вот у меня у одного так? А нет, блядь, я вот посмотрел недавно подкаст Стаса и как просто там на втором, ой, на, блядь, каком у него там, на четвёртом вот этом его канале, где уютные стримы Стаса, я посмотрел, он говорит, что да, он тоже, оказывается, вздыхает, да и все остальные нормальные люди, более-менее говорящие с выражением, выражающие свои мысли нормально, они тоже вздыхают между предложениями. Потому что воздух, который ты набрал для того, чтобы сказать предложение, после того, как ты его сказал, он кончился, и тебе нужно откуда-то брать новый воздух для следующих предложений, это вполне нормально. Я, блядь, вы бы знали, как я пересрал, я думаю, ебать, я, блядь, столько лет работал над голосом, 6 лет, блядь, записывал эти ролики и так далее, я просто, я старался как-то совершенствовать свой голос, и тут, помимо картавости, у меня ещё и это развилось. Я такой, ебать, что это такое, как это сейчас фиксить, пиздец, а это оказалось у всех, оказалось, что все это либо вырезают, либо оставляют так, как есть. В новом, блядь, альбоме Моргенштерна, по-моему, на треке зеленоглазой девки, у него там тоже вздохи есть, что-то ему, блядь, никто не предъявил. Ну это ж пиздец, блядь, какого хуй, я хочу снимать лайфстайлом, да, пусть будут эти вздохи, я не буду их вырезать специально. Типа, вы чё, охуели, блядь, почему я должен вырезать какие-то вздохи? Это ж пиздец, может ты порно будешь смотреть, может там тоже вздохи, блядь, будут вырезать вздохи, стоны, может оттуда вообще, блядь, звук уберут? Может ты видос на ютубе, блядь, будешь без звука смотреть, одну картинку, блядь? Ну так же охуенно будет, так же никаких дефектов речи, ни вздохов нихуя не будет. Ну я вообще, я нихуя не понимаю, то есть действительно, неужели это какая-то большая проблема? Я вообще на эти вздохи, блядь, не обращал внимания, я чисто слушал то, что говорит человек. Теперь, сука, из этих пидорасов я обращаю внимание, блядь, на вздохи. Какого хуя вообще спрашивается? Почему людям нельзя вздыхать, когда они говорят какое-то предложение, когда они закончили говорить какое-то предложение? В чём проблема-то, блядь? И многие говорят, это бьёт по ушам, да идите вы нахуй, блядь, не смотрите видос. Мне говорят, вырезай вздохи, а я не хочу вырезать вздохи. Я хочу, чтобы всё было в лайфстайле, чтоб я над аудиодорожкой вообще не работал. Работал только в плане эффектов и чего-то ещё. Я не хочу. Вы чё ебать? Если вы такие умные, когда чувствуете, что будет вздох, горячую клавишу, которая за мьют, отвечает в ютубе. Нажимаете вот так, слышите, что вздох, нажимаете мьют, 2-3 секунды прошло, или сколько там вздох идёт, опять нажимаете мьют, чтобы размучился аудиодорожкой, и вы опять продолжили смотреть. Ну типа, ну в чём ваша проблема-то, я вообще, блядь, не понимаю. Ну серьёзно, блядь, ну смотри видосы тогда без звука. В чё... Я, блядь, сука, я не хотел бомбить, но, блядь, вынудили. Это, я не понимаю вообще, это ж пиздец какой-то. Блядь, вздохи, вздохи. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ты чё? Ты же, блядь, послушай, как ты читаешь там вслух, почитай книжку какую-нибудь. Ты ж после каждого предложения, если ты читаешь с выражением, ты ж будешь вздыхать. Какого хуя, блядь? Ты чё, сука? Вот кто это писал, блядь, про эти вздохи? Вы чё, блядь? Я вообще не понимаю, сука. Вздохи, блядь, им не нравятся. Идите вы нахуй, если вам вздохи не нравятся, ебать. Это, это пиздец. Да, на профессиональных студиях озвучки вздохи вырезают. Вообще там нету вздохов, они записывают вот там одно предложение, и всё, и они выключают запись, и начинают новое вот какое-то предложение переводить с новой аудиодрожки. Это я сейчас замудрён немного объяснил, но это так и есть. То есть у них там вздохов в принципе не может быть, но если бы они записывали в один дубль там всю вот эту двухчасовую, трёхчасовую озвучку, они бы под конец так произдыхались, что я не знаю, блядь. Ну типа, ну в чём ваша проблема? Типа, я не знаю, ну блядь, не слушайте звук тогда в видосе или чё? Пиздец, я вот просто, я не могу. Ладно, чуваки, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Пиши там, я не знаю, отписывайся от канала, если ты не дышишь, как бы вот. Посмотрим сколько нас. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока.